Всем здрасте! Лёля ещё не домонтировала те предыдущие видосы, но вот решила заснять ещё один. Я надеюсь, что без монтажа обойдут. Тут было зеркало. Сегодня я получила заказ с Азона. Вообще, я хотела глянуть, когда я его заказывала. Хотя, может быть, у меня в бумажке там написано, когда я его заказывала. Потому что я заказывала где-то, ну, не так давно. И мне писалось, что он достанется где-то после 14 мая. И вот внезапно он достанется вообще аж сегодня, 8 мая, да? За день до такого конкретного праздника, который вот лично у меня он как-то, не знаю, негативные эмоции вызывает. Не в том плане, что это плохой праздник, в том плане, что он как бы не мой праздник, да? И как бы он тяжёлый праздник. Ну, так вот. Вообще, сегодня я что-то заметила. Пару раз у меня уже так было. Если очень, ну, не то чтобы очень, да, для мая, в принципе, наверное, жарко. В Тиньке 23 градуса было, если верить моему телевизору, чуть не сказала, телефону. И если верить Яндексу, плюс 20. Я ездила в пригород на велике, ну, где-то 10 километров туда, 10 километров обратно, примерно так. Может, чуть больше километров. И вот едешь туда, я как-то, ну, не то чтобы сильно торопилась. Обратно я ехала слегка нагруженная и ехала довольно так аккуратно, медленно. Соответственно, проехала по времени чуть больше, чем обычно. Обычно, ибо родня обычно, когда названивают, я уже в это время в районе дома. Ну, и, короче говоря, в общем, ехала, мне нормально было. У меня ни ноги не болели, у меня ничего не болело. И приезжаю, в общем, уже квартиру зажила, и мне такой вот приходит смс, что у меня доставился заказ. И еще звонок был один такой конкретно интересный. И тоже, в общем, ну, две таких новости положительные случились. А и вот я поскакала по двум новостям. Сначала за озоновским заказом, как раз вот на базу озон-выдачи. Ну, и вот обзор у меня будет как раз от этого заказа озоновского. Может, у меня тут где-нибудь написано, когда я его заказ-то этот сделала. Что-то как-то не написано, когда я его сделала. Может, где-нибудь еще написано было хз. В общем, что я тут заказала. А у меня, короче, были эти бонусы, спасибо, причем слегка больше, чем я планировала. И мне тупо надо было, ну, сначала мне моя... Короче, сначала я на него смотрела, на этот фонарик. Потом думаю, да ну нафиг, посмотрю по городу. Ну, тупо надо было что-то еще помимо... В общем, он где-то 149 рублей стоил. Надо было что-то еще набирать на 500 минимальный заказ на базу выдачи, да. Думаю, что мне еще такое? Да вроде ничего такого не надо. Думаю, посмотрю по городу, что где есть. Объезжала я тогда за два дня все магазины возможны, где вообще могли бы продаваться фонарики на солнечных батарейках. Или что-то такое чисто засада. Или фикс прайс. И в итоге я купила фонарик такой, у нас что-то похожее было в деревне несколько лет назад. Моя тетя еще, когда у меня там еще бабушка туда приезжала, покупала, я не знаю, фикси она или не фикси, покупала садовые фонарики, несколько штук. В общем, день они забирали свет, а вечером они вот на ночь хватало этого фонарика, даже если вот погода была не очень такая солнечная. Не думаю, что фикси, наверное, где-нибудь в каком-нибудь хозяйственном таком магазине, в котором обычно продаются что-то такое для сада, да? Садовый какой-нибудь магазин, как они там называются, эти магазины. И в общем, я купила себе фонарик за 55 рублей. Он, я потом уже поняла, что он, видимо, разбирался, собирался и втыкался. Там была такая фиговинка, плоская, узкая, пшик, в землю. Ну, так как у меня из земли только горшки, я думала, ну, горшок воткну, и вот он мне светит. От безысходностей, и это сойдет. Потом такая пластиковая трубочка, которая, кстати, очень быстро отвалилась от этой фиговины и от такой, как бы, бутончиком белой полупрозрачной пластиковой фиговины, с этой фиговиной у меня где-то она вообще по комнате валяется, в ход с ней играет. И сверху вот такая вот штучка, она, ну, так как бы коробочка. Наверное, надо было его взять, он у меня там на балконе на стопке в форме черепа стоит. У меня тетя даже как-то была вечером, когда он светится, говорит, слушай, что у тебя, говорит, за туфля стоит и светится. А это не туфля, я говорю, это стопка черепа. Ну, как бы, такой самопальный фонарик. Ну, мне надо было фонарик, чтобы он у меня был на балконе. Вот утром забирал он, днем точнее, этот солнечный свет, а потом отдавал его, как бы, на солнечном отелье фонарик мне надо было, в общем. Ну, и, в общем, у меня этот фонарик, это болтологический такой видос, да, хотя озон вообще посвящен. У меня этот фонарик, я приехала домой, думаю, надо же он еще чуть-чуть горит. В общем, он у меня чуть-чуть погрел. Оказалось, он включается, выключается. Причем, на включение-выключение, вот эта маленькая фиговина, которая якобы лампочка, вообще не зависит никакой он. То в хорошую погоду он набирает до хрена этого цвета и отдает практически на 3 часа его хватает, то в хорошую погоду он ничего не набирает, то в водожливую погоду он набирает. Короче, сделано китайцами. Китайцы иногда делают хорошо, иногда плохо. Сделано, видать, для фикс-прайса, что, в общем, 50 на 50, та самая рулетка, которая, как бы, соли. И тут, кстати, у меня в заказе есть кое-что, что я подобное заказывала на Али. Вообще, спинка одной девочки, которая у меня заказывала, ворала мою самопальную косметику, кстати. Если вдруг, что, я уже практически в кондиции создавать снова что-то такое. Ну, даже, возможно, мыло, хотя у меня не все еще эти формочки найдены, скажем так. Но вот дезик я уже могу соорудить заново. Даже планировала на днях сделать, потому что у меня заканчивается. Ну, короче, в общем, я тут заказала. Да, и в итоге, после того, как я вот купила этот фонарик, я поняла, что все-таки мне надо эту божью коровку. Ну, зашла на Озон, она закончилась буквально, потом, значит, на повещение нажала, мне пришло, что она появилась, а потом мне знакомая пообещала фонарик на USB. Ну, вот и ныне там, то ли у нее этот фонарик уже не есть, то ли что еще. Ну, в результате я осталась без фонарика, не считая той самопальной люфли. Стопка с черепом. И, короче, зашла, значит, что-то на Озон, лазала, даже не помню, что вообще мне хотелось. И я вдруг увидела, что этот фонарик снова есть в единственном экземпляре, что, типа, вот осталась одна штука, купи-то меня. И я решила, думаю, ну, может, мне поведет, я все-таки его показывают, оформляю заказ, он все-таки мне придет, этот фонарик. И, короче, у меня получилось так, что что-то заказывала на 600 с чем-то там рублей. Да, у меня тут написано, что 360 рублей экономия в этом заказе, но 99 рублей заставка. И у меня сколько-то там я оплатила этими самыми бонусами. Я что-то даже не помню, сколько. Почему тут 360 написано экономия? Может, там еще какие-то со скидками были, потому что я помню, что бонусами я что-то оплатила около 300 рублей 294, как-то так у меня было этих бонусов. Спасибо. И 338 0,1 копейку. Я заплатила уже, скажем так, наличкой, ну, на самом деле, нормальными рублями с карты. Короче, у нас тут дорожный набор баночек для путешествий, 7 предметов. Мы его достанем. Они мне обошлись за рубль. Чисто вот в исходе за счет вот этих бонусов. Спасибо. Ну, и там вот эта исходная цена идет. Потом витамин Био, бьюти шампунь, масло, органы восстанавливающие, 250 миллилитров. Так как я поняла, что у меня волосы слегка ломаются, внезапно никогда не ломались. Видимо, на средств они решили реагировать именно ломом волосин. Ну, правда, мне пока только 5 встречалось. Ну, уже 6 сегодня одно еще видела. Вообще так вот, на всю голову у меня только 6 ломаных волосин. Кончики эти. Я сначала думала какой-нибудь, ну, что-то такое заказать в подарок кое-кому. А потом подумала, что у меня весь май, вообще с конца апреля, вообще даже, скажем так, в общем, апрель и май у меня конкретно так рушатся планы. Все, что я планировала, оно как-то накрывается тем или иным местом, тем или иным образом. Иногда накрывается, потому что сбывается что-то такое очень хорошее, светлое и вот с розовыми обоями, да. А иногда накрывается, потому что там погодные какие-то катаклизмы или то, что сначала мне говорили, было оно одно, а на деле внезапно узнается, что это вообще что-то противоположное. В общем, как-то так. Все это у меня накрывается. Я решила, что пока не буду рисковать. Там что-то, может, тоже не получится. В июне, когда надо. И лучше уж, если что, на месте вообще заметила, что подарки лучше покупать за день до дарения. Вот как-то у меня так получалось, что последние дни, последние разы, последние года, последние моменты иногда я что-то покупала в подарок. В этом варианте у нас, конечно, не получится такого, но что с человеком я уже больше не общаюсь, или человек делал гадость. В этом варианте человек очень хороший, но есть шанс, что просто у меня не получится вовремя подарить подарок, а некоторые продукты все-таки с ограниченным сроком жизни. Потом. Ну, я решила, что этот шампунь я, наверное, оставлю себе, потому что саводри у меня оказывается. Хоть я и думала, и говорила тут в последнем стриме, что он такой же, вот такой. Ну, не заканчивается, не заканчивается. Сегодня мыла голову, заметила, что он на одну треть уменьшился. Твердый мой шампунь. 212 удовольствия, если не путаю название. Я решила, что, наверное, можно попробовать. По-моему, за всех типа фолос был. Ну, достану, увидим, масса этой органы. Потом декоративный светильник, из-за чего все это было. Космос, Буня-коровка. Кстати, шампунь 77 рублей, но он, по-моему, он чисто шел по скидке на сайте. В общем, он у меня так 77 рублей и стоит в этой бумажке. Как она тут? Накладная, прикладная. Ну, короче, бумажка к заказу. Потом фонарик, он был вот как раз, он был вообще 199. Изначальная цена, на сайте он был 149. Ну, и благодаря этим бонусам он мне обошелся в 89 рублей и одну копейку. Потом давно она у меня обвисела в избранных закладках, и я вот что-то вот толокно себе заказала, потому что раньше толокно овсяное покупала в Атрусе, он у нас уже был с лишним, как закрылся, этот магазин в Углича. И я его покупала уже толокно на Азоне, оно у меня еще есть. Потом, так как я уже попробовала эти урбечи и убречили, как их там, и арахисовой пасты, и на Азоне брала, и вне Азона, в офлайновских магазинах, то там есть такая на Азоне, здоровые вкусы называется, мука арахисовая 300 грамм, 72 рубля. Ну, вообще она типа 76, но обожелать мне по бонусам за 72, соответственно. Ну и доставка тут 99 на базу выдачи. И в общем, я что-то почитала отзывы, я давно читала эти отзывы, я поняла, что это что-то такое хорошее, пусть я никакую выпечку не делаю, пока что, возможно, вдруг когда-нибудь буду делать что-нибудь такое, ибо духовка тут вполне себе очень даже хорошая, хотя я никогда именно внутренной духовкой не пользовалась сама лично. Ну и, короче, я решила, что, в принципе, может эту арахисовую муку можно добавить в какую-нибудь каску. Вот, наверное, надо вот так смотреть в камеру, я только сейчас поняла. Я смотрю на саму, я посмотрю как бы в монитор вообще, частично так, и получается, что смотрю на саму себя. Вот прикольно, вот когда я снимаю на эту камеру, это сейчас только заметила, то я здесь как бы напротив себя, потому что вот моя рука у меня, она слева, а на мониторе я смотрю, она у меня справа. Когда последний раз я делала стрим через эту камеру и приблуду эту Ютуба, то там вот реально церковь на отражение. Если слева, то слева. Ну, в общем, тут у меня такая типология была. Не знаю, почему я так столько говорила, может я соскучилась по болтающим видео, что вот пакетик, вообще на самом деле они мне сказали вам пакетик, ну, типа, вам же не на пакетик, а у меня большая, конечно, сумка, но эта коробочка в сумку не влезла, я была без пакетика. Говорю, ну, говорю, если вам, у вас, говорю, есть, и вам не жалко, типа, несложно, а то, говорю, типа, я буду не против. И мне дали пакетик. Ну, что, в принципе, я потом шла-то еще не совсем домой. Так вот, я на велике ехала, у меня ничего не болело. Я пришла домой, ну, как я приехала на велике, я там не успела, ну, как не то, чтобы у меня было время что-нибудь поесть, но что-то есть не хотелось. И, может, роднями я так хорошо накормлю. В общем, я уже пошла на автобус, там, на маршрутку, где-то пешком, где-то так, но пришла я домой. У нас уже почему-то площадь перекрыта. К тому моменту, через час моего хождения была, и пришлось вот в Кругаля, знала бы, пошла бы так сразу на эту остановку. В Кругаля пешкодралом пришла домой, еле доползла. Так, ноги болят вообще. Все такая уставшая вдрызг. Хотя уже к вечеру, ну, может, что-то уже ближе к вечеру было. Вторая половина дня не так жарко было. В общем, тут у нас такая вот классическая коробочка. По шуршу-пакетам, хотя это не АСМР. Вот коробочка. Озоновская такая. Тут, кстати, по-моему, скотч в этот раз у них такой подсвет морской волны, хотя вот камера передает его голубым. Видимо, у них разные скотчи бывают. Блин, только сейчас вспомнила, поняла, что у меня же на той квартире вообще у меня было двое, два ножичка. Ну, такой органайзер под всякую требуху, которую я выиграла на каком-то там краеведческом конкурсе сто лет назад. Лет шестнадцать мне было, наверное, наверное. От библиотеки там какой-то был краеведческий конкурс. У меня, ну, был такой там ножичек черный. Потом я еще какой-то покупала, типа канцелярский ножичек. Тот черный ножичек у меня давно коньки откинул. На той квартире, может, месяц назад у меня откинул коньки синий ножичек канцелярский. Вот поняла, что мне надо все-таки ножичек, потому что ножницы мне не всегда удобно. Тут-то хоть уже вскрывалось оно, но там вскрывается. И там можно, в принципе, на базе выдачи. Вот в прошлый раз, когда кастрюльку забирала, мне говорили, что типа проверьте, все ли тут у вас. Ну, я обычно как бы не проверяю. Хотя, как бы это надо делать, да? И не поверите, Лёля, у которой куча денег уходит сейчас вот на всю эту бытовую требуху, так я ее обозвала, меня уже два раза соблазняло и хорошо что-то заказать. В принципе, у меня все, что нужно есть, даже, в принципе, даже больше. И духов у меня дофига, и эти духи, которые я периодически там заказываю, у меня все еще есть. Это цветочная диска, хотя там они вроде как по скидке шли, там что-то 50 миллилитров, 1200 и чем-то там. Хотя, если вспомнить, как они стоили, то это, можно сказать, старая цена их. И вроде как гелики у меня есть, и там еще была такая фигня, что бесплатная доставка почтовая. Так я поняла, что даже карты эти сбербанковские с новой нормальные, и не только... Ну, в общем, короче, там даже оплата Яндекса, я так поняла, снова возродилась. Не знаю, как на деле, но вот оно мне вырезало. И просто Яндекса мне раньше оплачивала, мне было очень удобно. Ну, и я так подумала, что может сделать, типа, заказ там с бесплатной доставкой на почту, этот минимальный за 900 рублей, там еще эти лимитки-миньки в подарок идут, и что-то так. В общем, мне два раза хотелось оформить этот заказ, но что-то в последний момент меня как-то отваливало. Сначала я так вспоминала, что у меня как бы финансы по ветраманцев, и что у меня есть более другие нужды, на которые вот как бы лучше потратиться. Второй раз я не знаю, что такое случилось, но как-то, в общем... У меня уже два раза просыпалось это желание. В общем, помню, заказ я делала последний раз в январе 2017 года на самом сайте. Ну, тут такая бумажка, ее можно потом утилизировать. Еще одна бумажка. Так, что у нас тут такое? У нас тут так запакован шампунь. Такой, слушайте, красивый. Я вообще там хотела повторить шампунька Миссис Грин, но там были, по-моему, только гели для душа Миссис Грин, и ту, по-моему, не те, которые я брала, а другие, ну, другие той же фирмы. А те были все в унизу до доступа, и я что-то так вот тыркалась-тыркалась, и мне вдруг он сам вот выдал такую шампуньку, как бы вот. Типа вот похожее такое, ну, на самом сайте. И по дизайну-то оно очень смахивается на вот этот Миссис Грин, вот этот витамин био-бьюти, био-шампунь для волос, восстанавливающий с маслом органа и керосином. Что у нас тут вообще? До февраля, ой, не до февраля, до 2 декабря 2019 года у него срок. Деликатно очищает волосы, роскошный микс, бла-бла-бла, короче, из органа еще чего-то там. Ну, и тут, в принципе, состав такой, ну, неплохой, я думаю. 12 месяцев после вскрытия 250 мл, сделано в Подмосковье, сайт www.efte.ru Вот такое вот. Ну, мне дало по носу. Чем-то приятно таким пахнет, чем-то таким даже знакомым, не знаю, может, масло органы так пахнет. Удобно, я считаю, что крышечка, кнопочка, короче, открывается хорошо, закрывается хорошо, и можно даже открутить на случай, если вдруг все закончилось и не выливается, да? Слушайте, он такой этот, по-моему, он ближе к прозрачному, он прозрачно-белый. В общем, вот так. Ну, потом, если все-таки сама завезу, то в пустых баночках покажу. Ну, или я вдруг кому решу подарить. Вот у меня как-то он бы стоит на столе, но его не видно. Потому что стол как-то ниже, чем... Так вот, чтобы видно было. О, тут вот эта вот штука такая. Дорожный набор, бутылочка 80 мл с дозатором, бутылочка 80 мл с крышкой, 30 мл с пылителем, баночка 10 грамм 2 штуки, воронка, лопатка для греба. Мне вообще очень хотелось воронку. Я помню, на каком-то сайте, посвященному тому мэлу, ну, все вот это рукодельные трибуки, косметики домашнего изготовления, я видела такую воронку, но видела чисто на картинке, продажи не было. Я все хотела и все нигде не видела. Не могла найти. Ну, короче, тут у нас производитель Германия внезапно, но произведено в КНР. Ну, как обычно, в принципе, чем. Правда, там были такие отзывы, что типа там то лопаточка не пришла, то еще какая-то фигня не пришла, но у нас тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь штук, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все на месте, плюс еще косметичка в довесок. Учитывая, что с этого, с Алиэкспресс, мне не прислали, благо деньги только вернули. Мне тогда девочка сагитировала, типа, ну, что же вы там так? Ничего не заказываете такое. Еще у меня там кто-то сагитировал. В общем, вот такая бутылочка. Думаю, можно, я все хочу потом попробовать, или жидкое мыло, или как-то, или жидкий шампунь. В смысле, не твердый. Густой шампунь у меня и так, без экспериментов получается, стабильно. Так, в общем, бутылочка такая. Там еще эти баночки просто отдельно продавались, я так поняла, на сайте. Вот просто две баночки с наклейками, может, ложечка, они стоили 99 рублей. И побольше набора, и поменьше набора. В общем, есть выбор такой. И даже такие тюбики, которые я сначала на Али, теста ради, вот то, что мне не пришло, заказывала под всякие гели там, под всякие, вот, какие-нибудь свои эксперименты косметические. Если, думаю, пойдет, то вот как-то, типа, выставить вот такое у меня в наличии. Ну, в общем, оно не пришло, я увидела на Азоне, оно, в принципе, примерно по той же цене, ну, не дороже, по крайней мере, чем вот как я на Али смотрела. Вот такая баночка. Чем можно под какой-нибудь тоник. Спрейчик. Ну, или типа самопальные духи, но я думаю, спрейчик, потому что, учитывая, сколько у меня до хрена духов, еще Алина подарила, еще я там какие-то делала, в общем, много. Вот какой-нибудь спрейчик для лица. Лопаточка для нанесения крива. Чего-то не хочет она у меня доставаться. Вот она. Лопаточка такая. Я все хочу себе этот, попробовать какой-нибудь, на основе, в общем, какого-нибудь отвара, или настоя, травяного и с этим самым, кокосовым маслом. Хотя, мне кажется, чтобы он может чуть-чуть надо, потому что в некоторых местах, я насколько читала его, по составам иногда присутствует воск. Я думаю, совсем капелюшечку этого воска, смешать его с кокосовым маслом и с настоем каким-то. Я думаю, что вот это больше кремовое, снова получится крем какой-нибудь, чем если туда еще масло добавить. Масло в виде масла. Вот так. Маленькая вороночка. Вот прям мечта этого самого. Мечта, в общем, короче. Вот она. Малюсенькая прям. Ну и две баночки. И баночки, я что-то тогда читала отзывы, смотрела по фоткам, я боялась, что баночки будут большие, а баночки очень даже ничего. По объему. Сколько там? Написано было вроде 10 грамм, да? 10 грамм. 10 грамм баночка. Ну, можно, в принципе, сделать какой-нибудь два в одном вод для ногтей и бальзам для губ. Я вот как раз хочу себе сделать, потому что у меня вод для ногтей закончился. Бальзам для губ все-таки больше для губ. Ну, как бы им можно и ногти бы, в принципе, мазать. Я им и мажу, но мне хочется все-таки сделать отдельно еще вод для ногтей. Как раз лимончик у меня имеется. Масла подходящие. И кокосовое масло досталось из коробочки. И воск у меня дофига и больше. Скажем так. Ну, в общем, прошлый раз в деревню я когда ездила, я хотела набрать золы, потому что заметила, что отвар золы, если скрестить горчичкой, то отмывает оно вообще шикарно. Все. Хоть и специфическое, все и по виду, и по запаху, и вообще. Но золичкой у меня как-то не получилось. Зола у нас там ушла, оказывается, если посыпать золой снег. В том месте, где стоит улей, то снега не будет или как-то так. Короче, ушли на пчеловодские нужны эти. Зола это ушла, а вот воск там получилось, что еще не перепало воском. В общем, вот такие две баночки. Если что, обращайтесь. Сделаю вам какой-нибудь универсальный бальзам для ногтей или воск, или типа того. Тут еще что-то какая-то пигня. О! Тут даже наклейки еще в довесок идут. То бишь, можно там приложить куда-нибудь вон тут у нас шампунь на двух языках, кондиционер, потом средство для снятия макияжа с глаз. Средство для снятия макияжа с глаз. Так и прочитала, думаю, может, еще не так сказало. Средство для снятия макияжа, лосьон для тела, гель для душа, бальзам для губ, дневной крем, крем для глаз, ночной крем, серьги, внезапно, воск для волос, еще и вот для волос бывает, что вообще впервые слышу, витамины, гель для волос, тональный крем, тоник для лица. Ну, панельный крем я вряд ли когда-либо буду делать, потому что я им и так-то не пользуюсь, он мне как бы без надобности. Ну, я так считаю, конечно, кто-то может считать, что пользует даже по надобности, а то вот мне в предыдущем стриме говорили, что, ну, обвиняли меня в том, чего я не совершала совершенно, даже не имея никаких улик, ни косвенных, ни прямых, никаких. И типа того, что вот у меня лицо там якобы красное. Хорошо, что у меня лицо не зеленое. Вот было бы удивительно, если бы у меня лицо было зеленое, а так, ну, даже не красное, а так розовенькое было. В общем, и вот такая клевая косметичка. Малыми косметичек. Так, тут у нас, блин, 300 грамм на самом деле, это такая маленькая пачечка. В общем, вот тут у нас тоже в пакетике запаянном. Мука арахисовая, здоровые вкусы. 300 грамм. Жирности что-то 9 процентов, что ли написано. Ну, и тут что-то такое, арахисовая мука, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, как она получена, сколько у них всего питательного. Дата изготовления у нее, значит, у нас, короче, апрель этого года. Ну, и там, наверное, сколько-то всего угодно. И то, из-за чего все это замутилося. Мне что-то кажется, что я так столько говорила, что у меня этот обзор вообще какой-то километровый будет по времени. В общем, вот. Божья коровка. Технические характеристики. Пластик, свет этого самого, желтый. Аккумулятор. А, тут на казахском языке. Казахском, точнее, языке. Ну, и этот импортер. Фига себе. Я думала, космос, это все-таки Россия, а космос это Китай. И это даже импортер. Изготовитель, короче, Китай. Всю жизнь думала, что космос это Россия. Ну, и что, у нас заряжают даже в пасмурную погоду. Ну, там было так заявлено, срок службы солнечной батареи до 10 лет использовать бесплатную солнечную энергию, экономить ваши деньги. Я, кстати, очень хотела бы, чтобы в России делали эти солнечные батареи попутно. Ну, допустим, в том же Талине, или не Талине. Ну, короче, в Эстонии, когда я была там, видела вот эти вот ветряные мельницы, лепестричество выделяющее. Мне бы очень хотелось, чтобы в России, ну, ладно, пусть будут не ветряные мельницы, но хотя бы, чтобы, как бы, пусть даже за мелкий прайс выдавалось населению тем, кто хочет, особенно в деревнях, потому что, знаете, вот лепестричество отключило и по какой-нибудь причине ветер, там снег, еще какая-нибудь фигня, катаклизма такая природная, и ты сидишь, не можешь ни то, ни сё не сделать. Там холодильник не включить, ни лепестрическую плитку, ни телефон подзарядить, как-то так вот, и в темноте еще. А вот если бы раздавались за какой-нибудь, даже пусть мелкий прайс, я готова касать, заплатить русскими рублями за какую-нибудь батарею солнечную, чтобы в деревню ее поставить и от нее вот там как-то что-нибудь подзаряжать. Так, чувствую, у меня кот что-то долбанул. Ну и в общем вот такой фонарик. И пойду смотреть, что там кот долбанул. Я не знаю, слышно было в камеру или нет. Всем спасибо за просмотр, кто селил особо мои тра-та-та до конца. Да, и кстати, тоже советую Озону. Озону где-то там уже 2012 года, по-моему, там делаю заказы регулярно так, периодически. Короче, можно найти все что угодно практически. Всем пока!